Конечно, какому парню нужен человек, который, ну, девушка, которая будет выносить ему мозг? Мужикам нужна только счастливая женщина, которая с собой занимается, которая счастлива и кайфует, и радуется, и делает всё для себя, у которой свои занятия, свои хобби, который не лезет, блин, в его работу, не говорит, как ему там, что делать, что ему надо делать, вот, как себя вести, там, что там, короче, не влазит в его жизни, а занимает собой, ей просто некогда, блин, в его жизни копаться, вот тогда ему даже исчезать не придётся, он ещё и бегать будет за такой, поэтому, девочки, мальчики, давайте в себе искать фигню всякую, а не в других. Квантовое бессмертие – это ролик на несколько минут, рассказывающий о том, почему вы бессмертны, когда там револьвер, когда самоубийца якобы пытается себя убить и подносит револьвер к своему черепу, он стреляет, и в этот момент происходит раздвоение реальности, и в одной реальности осечка, в которой ты осознанно продолжаешь жить, а в другой реальности для наблюдателей ты умер, и наш мир на бесконечные варианты делится, и мы в сознании остаёмся бесконечно в том варианте, и где произошла осечка, то есть мы не можем даже умереть. Ну и вот так там объясняется квантовое бессмертие. Умирают только Микки Маусы, ну то есть в вашем мире люди умирают, уходят с вашего поля, но не вы. Люди – это ваше отражение, просто голограмма клетки головного мозга вашего. И вы почему-то хотите, чтобы в вашем кино какой-то человек стёрся из кадра, ушёл. И вам это выгодно. Но сами вы не можете умереть. Для наблюдающих в параллельной реальности, как вы, которые вас наблюдают тоже, как Микки Мауса, вы умрёте. Но вы в вашей реальности как продолжали жить, так и будете жить. Мы не умираем от старости. Умирают от старости только иллюзия вокруг нас. То есть люди стареют только в кино, в котором мы наблюдаем. Но мы сами не умираем ни от каких болезней, мы не можем умереть ни от ковида. То есть вы лично сами, вот самосознающий разум, вы не умираете. Это мог. Чё париться вообще? Вот так. Может быть, после просмотра этого ролика, и, скорее всего, неоднократного просмотра, вы потом очень много страхов из своей головы уберёте. Вот особенно страх смерти. Что значит Микки Маусы? Кого вы так называете постоянно или что? А, ну это вы, наверное, просто не смотрели все мои эфиры про Микки Маусов. Микки Маусы? Все люди вокруг меня Микки Маусы. Ну, то есть людей нету вокруг меня. Это иллюзия, киношка. Я общаюсь сама с собой. Это пустые сосуды, которые я наделяю своими какими-то чувствами. И каждого человека вокруг себя я наделяю своими чувствами. То есть он носит те чувства, которые я в себе не хочу принять, либо не могу принять, либо не знаю, что они у меня есть, и рассмотреть. Каждый сосуд, который встречается в моей жизни, просто показывает мне моё то, что мне нужно в себе рассмотреть. Я называю их Микки Маусы как просто нейтральные персонажи. Все люди нейтральные персонажи, но я каждого чем-то кого-то наделила. Наделила, чтобы изучить себя. То есть весь внешний мир – это моё проявление. Я – это не просто одно моё тело. Я не заканчиваюсь на моём теле. Продолжение мира дальше моего тела тоже я. Не только вот моё тело. Все люди – это тоже я. Мои персонажи. Как их ещё назвать? Микки Маусы только можно назвать. Когда я общаюсь с человеком, я вижу себя. Путин что сказал недавно в эфире? Фраза просто гениальная. Смотришь на кого-то, ты смотришь на себя. Но он ещё так это смешно сказал в сторис у меня как раз есть на днях. Он говорит, вы во всех людях видите только себя. Даже Путин сказал, прикиньте, кайф. Да, Путин просто тебя смотрит, он в теме. Путин меня смотрит, да, он в теме. Точно создавал о себе сердечный приступ и жива-здоровая осталась. Страх смерти пропал. У меня очень много эфиров про квантовую фигню всякую. И про теории о том, как устроен наш мир. Опять же, для кого-то это теории, для кого-то это практики. Разные точки обзора на мир. Постоянно разные рассказываю, чтобы мы не только узкобок смотрели, а какие-то свои картинки мира складывали. Ну, из пазлов информации. Так. Кто как обзывается, тот так само и называется. Да, вот сказал Путин. Кто как обзывается, так само и называется. Ну и плюс он ещё добавил, что весь мир отражение у вас. Вы всё говорите про себя. Люди нас учат видеть в себе вот то, что они транслируют. Мы себя через них учим. Вот. Поэтому, что бояться других людей, осуждения других людей? Я просто сама себе через них что-то могу сказать. Чего их бояться? Я боюсь проявляться, потому что мне вот сейчас там что-то скажут не то. Какого хрена? Вам ничего, ни того не скажут. Вам скажут ровно то, что вам сейчас необходимо услышать для познания себя, расширения и принятия этого ресурса, этой силы, которую вы в себе подавляли. То есть все эти недостатки, которые вам люди попытаются показать, это та сила, которую вы не рассмотрели в себе. И всё. Всё, что происходит со мной вокруг, это все мои страхи и приятности. Бинго! Да-да-да. Путин наш человек. Похоже. Сто процентов. Как находиться в ресурсном состоянии большую часть жизни? Оля, это не для меня. Чтобы находиться в ресурсном состоянии, а ресурсы это говняшки и трэш, и гнев, и плохое, и неосознанное, то, ну, как бы, надо находиться всё время в гневе. Это и есть ресурсное состояние. Да, блин, мы 24 на 24 находимся в таком состоянии. Ну вот, ты уже в ресурсном состоянии, просто не в курсе об этом. Ай, нет, я про кайфовое ресурсное состояние. А чем оно не кайфовое? Ты гневаешься, кайфуешь? В чем оно не кайфовое? Я хочу просто вот в этой вот, на верхнюю часть. На нижней я уже побывала, хочу на верхнюю. Оля, ты не понимаешь, что мы расширяемся, и вся энергия в тёмном. Да в светлом мы уже исчерпали энергию. В светлом её уже нету, там нет ни силы, ничего, мы её уже познали. Но мы, как лампочка, должны дальше тьму освещать идти, расширяться, двигаться. А где мы двигаться, лампочки в светлом? Мы должны идти освещать тьму. В тьме вся сила, вся энергия. Весь негатив переводим в позитив, это и есть твоё движение и ресурсное состояние. Других ресурсов нету. Таланты, они все в недостатках. Ты где талант в талантах собралась искать? Ты уже его там нашла. Так что не надо тут, ля-ля. Я не аллилуйная, и не советую вам тоже быть аллилуйными. Я не проявляю, иначе говорю. А про чё? Радуйся. Да ты не можешь найти, как раз таки, таланту порадоваться ты не можешь. Тебе надо что-то вот найти такое, вот чего не знаю. Я сегодня поймала кайф в страхе, и это было так прикольно. Да, блин, весь кайф как раз таки в страхе, когда вы идёте в страх. Например, я боюсь сцены. Как только вы перешагнёте порог сцены, откроете рот, всё. Блин, энергии на 10 лет и 3 миллиона долларов. Понимаете? Как только вы прыгнете с тарзанки, которые очень боялись прыгнуть. Блин. Или с горки там русской, американской, покатаетесь. Страшно, но классно. А когда человек влюбляется, вот это чувство влюблённости, когда у него просто вырабатывает огромное количество энергии, ему хочется всё... Он перестаёт видеть, когда он влюблён во всякой... Какашки, какашку. Так мы про эту влюблённость и говорим. Когда ты влюбляешься в себя и в свою тьму, это и есть вот это состояние. Тебе хорошо и офигенно, потому что ты перестаёшь замечать говно, потому что это говно никуда не делось. Оно как было, ну, блин, говно, можно сказать, так оно и есть. Но ты просто в нём видишь охеренную какую-то классную штуку. Поэтому тебе и классно. Но оно не перестаёт быть тем, что оно есть. Оно как было чем-то, тем оно и будет. Вот. Просто ты на него по-другому смотришь. Неля, после переохлаждения, причём любого, начинает болеть правый глаз и висок по два дня. Это про что? Посмотрите переохлаждение и глаза в психосоматику. Вот. Пока моя не вышла, пользуйтесь психосоматикой в интернете. Скоро у меня книжки по психосоматике выйдут. Офигенные, с квантовой физикой, переплетённые. Вот. Они будут покруче, потому что я там решения буду давать. А вы просто сейчас посмотрите в интернете психосоматику. Так. Расскажите свой опыт о сознании. Как ты это поняла впервые? Да вы что, я без понятия вообще. Поняла своё расширение. Я бессмертна, всегда была, буду и есть. И как бы не было ни начала, ни конца. Поэтому расскажите, когда вы поняли своё расширение. Да у меня амнезия каждую секунду. И проживание всех вариантов жизни. Потому что Бог — это и есть я. Когда у Бога было начало? Никогда не было его. Адреналинчика, Оля, тебе не хватает? Что вы думаете о расстановках? Ну, классный метод, можно попробовать. Я пробовала в 2013 году. Ну, как бы это всё устаревшее. Есть намного больше и круче, и быстрее новые технологии сознания, которые не такие старые. Ну, может, кому-то нравятся расстановки, почему нет. Все мужчины хотят только секса от меня, а я нет. Меня бесит это. Пипец, да это ты хочешь секса и удовольствия. Блин, признайся уже себе в этом. Просто либо ты не умеешь удовольствие от секса получать, поэтому ты не хочешь секса. Если бы ты умела получать удовольствие и хотела бы их получать, да? Тебя бы хлебом не корми, круглосуточно бы ебалось. Ну, просто понимаешь, ты не умеешь это делать. И не хочешь. У тебя запрет на какие-то удовольствия. Поэтому вообще мужчины меня хотят... Да секса и удовольствия тебе все мужики говорят, алло. А мужчина это твоё творчество. Начни получать удовольствие от своего творчества, от себя. И в том числе и от секса. Вот. Ну, нет же. Я либо аллилуйная, либо это плохо. Удовольствие это не для меня. Надо треша побольше. Мужики хотят тебе удовольствие доставить. Дур ты вообще. Как ты этого не понимаешь? Живём вместе со свекровью последние полгода. Не могу переносить даже. Шевелиться, написать план планов, где достать денег, пойти, заработать любыми способами, свалить, съехать и заняться собой. Надо сваливаться от неё. Ну и плюс, когда свекровь лезет в вашу жизнь, это говорит о том, что это вы лезете в жизни других людей, не занимая собой. Когда вы будете собой заниматься, только собой, не других обвинять, да, находить в себе причину, вы удивитесь, что вокруг вас ни один человек в ваше пространство не вторгнется. Но чем больше вы вторгаетесь в пространство других людей, вам, блин, ровно столько же начинают это показывать другие люди, вторгаясь в вашу жизнь. Вы же, блин, за всех всё знаете, как правильно. Поэтому посмотритесь на всех, как в зеркало. Особенно на свекрови. Первое, я бы свалила, второе, занялась бы собой. Ну и посмотрела, что она там не транслирует. Она лезет в мою жизнь. Так, где я лезу в жизни других людей? Где, где, где? Нам не надо было свалить, чтобы развернуться, но на этом нет. Без разницы, приёмные ли родные родители, никто никого не рождает. Да, то есть рождение — это воспоминание, которое создаётся с точки здесь сейчас опять же. Но это надо с квантовой физикой немножко познакомиться. Родители появились в нашем мире после того, как появились мы. То есть сначала мы первые, наше сознание, именно вот этой, допустим, реальности, а потом родители. Никто нас не рожал. Это просто шаблон подтвердить наше существование. Нашему уму постоянно нужно придумывать прошлое, чтобы подтвердить в этой точке сейчас, почему вот в данный момент вот так вот, а не по-другому. Нам нужно умом себе цепочку выстроить. Причина следственных вот этих связей. Чтобы сейчас не удивляться, где я, чё я, что это, вот, а не обращать внимания на то, что вокруг находится, потому что мы, типа, умом знаем, откуда это всё возникло. И рождения у нас не было вообще. Наши родители нам не родители, просто шаблон. Что мне показывает ситуация, что в мою жизнь пришёл родственник с зависимостями? Ну, разобрать, где вы зависимы, от чего вы зависимы, как эту зависимость найти в себе, чтобы никого ни от чего не зависеть. И узнать, с ним побеседовать, либо предположить самой, для чего ему нужна эта зависимость, для чего он курит, что ему-то даёт, для чего он бухает, что ему даёт. Уходит от мира, хочет проявлять себя естественно, хочет избавиться от своих проблем, расслаблений, щиты или что-то ещё. Вот, и вам нужно найти эти способы, как расслабиться по-другому. То есть, вы тоже не расслабляетесь, значит, вы тоже ищите какие-то искусственные способы. А как же женщина беременная ходит и рожает? Ну, это же ваш Микки Маус просто, а мир вообще весь иллюзия. Всё происходит в вашей голове, киношка. У вас в голове, можно сказать, транслятор, проектор, а вовне это проекция вас. Ваше тело – это тоже ваша проекция. А вы не тело, вы сознание бестелесное вообще. Вот. А всё материальное – это проекция вашего сознания. И мы уплотняем наши чувства, то есть мы – это чувства, мы – это сознание. Мы уплотняем наше сознание и чувства в плотную форму, в плотную материю вовне, во внешний мир, чтобы щупать себя через эту плотную форму и познавать, кто мы есть. А мы есть этот бог, который играет во все формы существования, себя познавать, какой он может быть всякий, разный и тому подобное. Вот. Это наша игра. Взять, придумать себе тело и погонять в этом теле, в аватаре, пощупать себя везде во всём. Вы когда щупаете дерево, вы же не дерево чувствуете, а вы чувствуете какое-то определённое чувство. Это чувство не внутри дерева, оно как бы внутри вашего тела, на ваших пальцах. И вы чувствуете в себе эти чувства, когда чувствуете, что дерево шуршавое, плотной формы, холодное или ещё какое-то. Держите кружку, горячий чай или ещё что-то. Вы не кружку чувствуете, вы себя чувствуете. То есть вы этот мир создаёте для игры, чтобы себя познавать, какой вы можете быть, всякие разные. То есть весь этот мир, это вы в уплотнённой форме. Каждая песчинка в этом мире, и небо, и земля, и вон лошадь. Блин, там такая лошадь была классная, вон. Проехали. Вон та лошадь, это всё вы. Вы воплощены во всём, не только в вашем теле. Ваше тело – это точка просто наблюдения, чтобы удобно было не сразу с разных тел наблюдать, и щупать себя, а вот с одного. Иначе у вас там раздвоение бы такое было, мозг бы просто не смог бы это сделать. Хотя, мне кажется, в будущем мы сможем с нескольких тел сразу смотреть. На курсе телепатии у меня люди тренируются смотреть на мир с разных точек зрения, с разных аватаров, разных людей. То есть ты одновременно находишься в своём теле, и в теле какого-то человека, который ты представил, и смотришь, и рассматриваешь его мир его глазами, и потом звонишь ему и говоришь, ты находишься там сейчас за тысячу километров от меня, у тебя дома вот так, вот так, вот так. Он говорит, да, всё правда, вот так. Это тоже человек может, но ум сейчас пока эти функции, способности блокирует, ну иначе вы просто с ума сойдёте. Ну не готовы сейчас к такому. На телепатии можно попробовать чуть-чуть такие вещи. Вот. Ваше тело — это просто точка наблюдения, понимаете? И одна точка обзора. Поэтому, чтобы одновременно не наблюдать этот мир со всех тел, мы придумали язык общения и передачу информации с помощью слов, мимики, жестов, там, вербальное, невербальное общение. Для того, чтобы передавать информацию и собирать картину мира, такую, какую она есть, истинную, с разных наблюдателей, потому что каждый наблюдатель, да, в своём скафандре, он видит только с одной точки обзора, он видит один пазлик, он видит слона, там, кто-то с жопы, кто-то с ушей, кто-то, блин, хобот видит, кто-то там с пузы видит, понимаете? Смотрим на слона всей толпой с разной точки обзора, и каждый видит только свой кусочек. Если собрать все вот эти вот правды каждого человека и неправды в том числе, грани, как алмазы даже, противоположные, да, мы можем истинную картину мира увидеть. Вот мы сейчас общаемся с людьми для того, чтобы видеть больше. А можно с одного аватара увидеть больше, если не зацикливаться на своей правде и не смотреть вот так вот однобока. И вот на курсах мы как раз-таки и трансформируем шаблоны, берём алмаз, да, и все крайности в единое целое составляем, чтобы видеть мир не так вот, как мы привыкли, блин. Шаблона узколоба направлена, вот всё, это плохо и пипец, или вот всё, это хорошо и пипец. Нет, надо рассмотреть и видеть, что, блин, оно всё нейтрально, перестаньте оценивать, можно с разных сторон увидеть какую-то вещь и наделить её как плохим, так и хорошим. И всё, что вы отрицаете, как раз-таки все эти Микки Маусы в вашу жизнь приходят показать, то, что вы в себе отрицаете, чтобы вы эту грань нашли, перестали отрицать, чтобы вы становились более целостным. Понимаете, к чему я вообще вот это всё веду, блин, на этих всех курсах эфирах, блин. Сложно меня слушать, согласна, потому что у меня структурированной информации нету. Вообще понятия структуры отсутствуют в моей башке, так что извините, пожалуйста. У каждого своё кино или кино общее для всех, конечно, своё кино. Каждый видит со своей точки обзора, так я уже как раз и сказала. Как сконцентрироваться на одном? Всё хочу попробовать, не получается одно, прыгай на другое. Сравнения идут с другими, у них получается, а знание полу. Так, а вы перестаньте сравнивать себя с другими. Сравнивайте только себя прошлого, себя настоящего. Наблюдайте этот рост, он будет вас вдохновлять. И хватит перескакивать вообще. Вы в этой жизни и так во всех реальностях и скафандрах познаёте всё. Просто насладитесь тем моментом сейчас. Вот что вы прямо сейчас хотите, то и делайте. Внесите вот вклад свой в эту общую картину мира, можно так сказать. Вы пазлик картины мира. Будьте на своём месте, делайте то, что сейчас вам хочется. Что сделать, чтобы так чувствовать мир, как ты сейчас говоришь? Учиться держать ложку, учиться ходить, учиться трансформировать. Это такая же учёба через слёзы, через боль. Это больно, потому что придётся признаться в себе, что мы хотим, чтобы умерли наши родители, умерли друзья. От ковида ускосило полпланеты, чтобы мы войны эти придумывали и так далее. Признать в себе всё, что причина мира — это я. И почему-то я это хочу. Это больно. Больно признать, что ты причина вот этой войны, смертей и так далее, что ты почему-то этого хочешь. Признать это и начать рассматривать. И это нужно тренироваться и делать постоянно. А люди что? Даёшь им возможность? Они заплатили 5000 рублей, пришли и говорят, мне что-то, блядь, не по импульсу трансформировать шаблон. Да иди ты нахер со своими программами-то, живи, не ной. Просто они ноются месяцами. Ну давай, ну Нель, ну помоги, ну помоги, ну помоги, ну помоги. Сделай курс какой-нибудь доступный. Делаешь, они приходят и молчат. Мне не по импульсу, мне трудно, мне сложно. Ну а дети маленькие, когда учились что-то делать, им тоже было сложно, им тоже было трудно. Но они это делали, потому что понимали, что если я не научусь ходить, как я жить-то буду? Но если вы не научитесь работать с собой, расширять своё мышление, сознание, ну как бы так и останетесь на своём месте. Вам придётся трудиться. Это, понимаете, это труд. Это сложно. Это даже не то, что там больно сложно. Это надо заставлять себя вообще работать над собой. И вот это вот нытьё на курсах, блин, капец, короче. Я сейчас подняла все цены на всё, чтобы больше нытиков у меня вообще вот таких вот не было. Человек, который заплатит большую цену, он работать будет. Вот такие дела, короче. Вот сейчас дела и пожаловалась вам всем. С каких эфиров начать смотреть? Нету в эфирах никакой структуры. У каждого своя картина мира. И для этой картины мира не хватает каких-то пазлов. Вы смотрите всё без какой-то оценки ума. Вам жизнь подкинет ситуации, видео. Если вы не будете над этим заморачиваться, она подкинет вам в нужный момент всё самое нужное, всё самое лучшее. Вам всегда, вот здесь, сейчас, жизнь подкидывает всё самое лучшее, самое нужное и так далее. Вот какой первый эфир откроете, тот для вас вот в данный момент и нужен будет, понимаете? Вы слишком много пытаетесь отдать на анализ уму, который ни хрена не знает. Он живёт старым опытом. Вот. А в старом новых ответов и решений нету. Отдайте жизни бесконтрольность. Пускай жизнь вам сама подстраивает вокруг вас киношку. Станьте просто наблюдателем. Захотелось, сделали. Открыли нечаянно. Как в начале эфира, да? Случайности не случайны. Открыли эфир, и он будет именно тот, на который будут, блин, все ответы. В котором будут все ответы. Который интересует вот именно вот сейчас, которых не хватает. Со всех точек обзора видит само сознание, само бытие. Согласны. И вы есть это сознание, и это есть бытие. Но из-за шаблонов ума вы отождествляете себя человеком, который просто человек. Короче, вы спите. Вам надо проснуться, что вы не человек, вы Бог. И начать видеть Бога внутри себя, да? Что вы есть Он. А не в церкви, там, кому-то куда-то там ходить молиться, или ходить там по каким-то учениям, искать каких-то гур. Гура, самый гурный гура у вас внутри, в вас, в вашем сознании. Так. Не пойму, почему ты мне так нравишься. Потому что вы в каждом видите себя. Так. У меня, получается, стоит запрет на получение удовольствия, раз я отвергаю мужчины секс и подарки от него. Да, 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 да. Надя, вы не хотите ему дать проявиться, отвергая его подарки, потому что сами не умеете это делать. Вы сами мало чего даете кому-то, да? Поэтому и брать не умеете. А мужчина, он вам... секс дает не для того, чтобы что-то получить, да? Он дает вам возможность наслаждаться. Блин, ну это он вам дает, а вы принимаете. У вас втулка, у него выпуклость, у вас впуклость получается. Вот. мужик вам дает возможность получить удовольствие. Вам ее надо принять. А вы вот, все только хотят от меня секса. Да как так вообще? Не хотят вам дать удовольствие, ребят. Дети не понимают, они по-другому не могут. Они по сердцу живут. У них еще ум-то не зашорен. Они еще не анализируют. Они просто вот с такими открытыми глазами. А это что? А это что? А это что? Они идут познавать этот мир. А мы-то уже все знаем и познали. Ну я же знаю, что у меня не получится. Ну я же знаю, что если я вот это сделала, у меня будет вот так, вот так, вот так. Ну я же знаю, что денег не может быть. Все, что вы знаете, получите, распишитесь. Вот, вот, вы получаете, потому что наш мир подтверждает всегда нашу правду. А когда вы включите свою... Вернее, когда вы избавитесь от синдрома Нострадамуса, который все знает, и станете чистым листом, вы будете говорить, да блин, я не знаю, но мне интересно понаблюдать, как это сейчас все получится, Мой старый опыт не считается, потому что может быть и по-другому. Почему я решила, что если у меня один раз вот так было, оно будет постоянно? Не, нифига, всегда по-новому, жизнь это всегда новая. А мы пытаемся вот это старое притянуть вот в новый момент, чтобы он, блин, повторился. Поэтому отключайте свой, лечите свою болезнь синдрома Нострадамуса. Я же знаю, мужики от меня хотят только секса. Да откуда вы знаете? Вообще вы его спрашиваете, для чего он секс-то как хочет? Как будто вы будете заниматься им в одни ворота. Блин, ну, вообще, ну, поражаете люди. Так. Я когда включаю в машине радио, слушаю всегда в точку. Это то, что мне надо. Ну да, и всегда. О, моя любимая песня. Так, я получила все ответы. Класс. Ты очень красивая. Спасибо. Но это просто фильтр. Ну, хотя... А что ты не понимаешь? Не поняла? Да ладно. Ну, это, блин, я сама себя троллю сейчас. Я когда смотрю свое кино, нужно вмешаться в него или просто наблюдать? Мы наблюдаем и испытываем эмоции. Это вот самое лучшее кино. Когда вы идете в кинотеатр, что вы делаете? Вы наблюдаете и испытываете эмоции. Ржете, плачете, размахиваете руками, переживаете. Жуете попкорн. Боже мой, сейчас, сейчас, сейчас. Боитесь. Там, я не знаю, там каждый момент вас сотрясает в какую-то сторону, как балалайку. То есть вы смотрите, испытываете эмоции. Так вот и за жизнью наблюдаете и проявляетесь. То есть, понимаете, вы не должны с каменным лицом сидеть и всё. А вы должны эмоции испытывать. Для чего вы вообще живёте? Все наши желания только ради испытывания эмоций. И вы почему-то думаете, что если я что-то достигну, я тогда испытаю эмоции счастья, удовлетворения, комфорта. А у вас, блин, каждый миг для того, чтобы вы испытывали эти эмоции. А вы ждёте момента, понимаете? Всё остальное время вы проводите с каменным лицом. Ай, блин. Вот куплю машину, вот тогда я буду счастлив. Тогда улыбнусь, тогда у меня будет драйв и кайф. И тогда я буду ехать, кайфовать. Ага, конечно. Блин, заблуждение. Продолжение следует... Продолжение следует...